Ну что, поехали, да? Значит, у нас было здесь видик, кающийся грешник против цихопата, оскорбление пророков, евреев, не сбежащихся стран Украины, русофоб. И я здесь много вижу комментов. Значит, я обещал, что в следующем, то есть в этом видео мы будем говорить о жизни, а смерти, а бессмертие. Это все же мы еще не верим, и только это преддверие к вере. Это простой, в принципе, вроде бы тема простая. Она и есть простая, но в то же самое время она ужасно сложная. Я даже вижу по тем, кто с вас самые ушлые. Вам даже трудно понять, о чем мы говорим. Ну, знаете, это сложно. Это все равно, что вот как-то по-мужицки сравнить, ну, скажем, вот локоть, да, вот он локоть. Кажется, вот ночью локоть, да, а теперь попробую укусить свой локоть. То есть это, понять это вещи такие простые, казалось бы, это так же сложно или невозможно укусить себя за локоть. Но я стараюсь быть по-мужицки, да. Ну что, жизнь, смерть и бессмертие. Ну, прежде чем говорить об этом, я скажу, что мы здесь полемизируем. Это полемика. Почему мы это делаем? Мы, я привечаю всех, и тех, кто за, и тех, кто против, дает комменты или вопросы какие-то, дает. Имеет значение, каверзный или не каверзный. А за или против, мы всех привечаем. Потому почему? Потому что это очень важно для достижения истины. Значит, смысл то, что мы делаем полемику, да, достичь истины, нашу истину. Не та, что мы вычитываем где-то чью-то истину, в кавычках, да. А славоблудие, да. Мы сами хотим прийти. Единственное, значит, вы можете быть против или за. Единственное, что вы должны быть искренними. Вот и все. С нами и с собой. Это все, что надо. Да. И вот именно, когда мы будем ломать копию в этом, да, с противоположных точек зрения, да, казалось бы, совершенно разные вещи. Вот здесь мы достигнем, значит, истины. Там, где противоположности сталкиваются, да, казалось бы, неразрешимые противоположности. Но именно там достигается истина. Там достигается качественно новая, значит, да, ну, полемика качественно новая, да, на качественно новом уровне, когда возникает, значит, да, из-за множества субъективных мы, значит, мнений и сущений мы приближаемся к наиболее объективному. Объективность, да, то, что называется истина. Ну, что, я смотрю, вот, Максим Бабич говорит, а вы думаете, что по поводу исламизации США, почему не проповедуете? Россия это лекарство предлагает, а своим согражданам нет. Ну, знаешь, а исламизация Америки происходит. Ты об этом не знал, да, вот я тебе сейчас закладываю. И не только исламизация Америки, но и Европы. В России исламизации нету, потому что Россия, ну, там, ужасный порог. Это самый ужасный порог, это легкомышленный, даже я не говорю алкоголизм. Это просто, ну, легкомышленное, с первого взгляда, ну, такое, ну, вроде бы, ну, невинное, да, злоупотребление или легкомышленное отношение к алкоголю. Люди начинаются в пьяном состоянии, они навсегда пьяны. Это самое ужасное, это ужас. Вот, в Америке тоже кьют, но гораздо меньше. Я тебе докладываю с достоверностью. Значит, исламизация происходит. Не веришь мне, да, открой и почитай на гугле, прогугли статистику, сколько населения было исламского в Германии, в Англии, во Франции 10 лет назад и сколько сейчас. И процентное отношение к христианам, не христианам и коферам. И точно так же идти по гугле Америку, и ты увидишь. Я хочу, что ты доложил нам цифры, хорошо? Ну, давай тебе задание, чтобы ты перестал, вот, блуждать, да? Значит, да, хорошо, что это такое, но ты блуждаешь. Вот, почитай статистику, 10 лет и сейчас, и сравни, и доложи нам. И потом мы поговорим об этом. Опять ты говоришь насчет Судовской Аравии, вы не правы, там экспорт нефти. Женщины там дискриминируются. И потом ты говоришь, что девочек отдают замуж 10 лет. Как? Представляю, что по ребенку ползает пхнючая борода. Это если животное хочет за кола схватиться. Опять же, это очень хорошо, что у тебя такие мысли за кола схватиться. Но это то, что ты говоришь о Саудовской Аравии, это твое, ну, как сказать, ты выдаешь желаемое за действительное. Или действительное за желаемое, как угодно, да, поворачивай. Но если ты повернешься просто там, где ты живешь в твоем городе, открой глаза по шире, ты увидишь точно такое еще похлеще. Еще в большем количестве ты можешь там тоннажом измерять, извращенчество, что угодно. Вот там иди, бери за колащ. Тогда ты можешь прямо там на месте. Вот я тебе тоже это советую. Хотя я не хотел бы этого советовать, но поскольку ты за колащ напомнил, да, теперь Гордей Бабич сказал, уважаемый дин, а зачем Украине ислам? Что бы это изменило? Было бы ровно те же проблемы, плюс еще бы не было бы образования, которое Украины получили из Европы и России. Исламские страны, как известно, не особо развивают науки и образование. Ну, а я спасибо тебе. Ну, что я тебе скажу. Ислам, ты не понимаешь, что ты не знаешь, что такое ислам. И потом ты здесь сказал о том, что в Афганистане использовать пленных солдат вражеских армий, это известный факт, что бедные тушманы, которые не могли заплатить отцу колын за невесту, насиловали наших пленных воинов. Значит, что я тебе хочу сказать? Ну, во-первых, то, что ты говоришь, это очень серьезное заявление, но оно голословное. Я хочу, чтобы ты отгрузил для наших, хотел бы посмотреть это, ссылку на видео, там, где ты это знаешь, или ссылку на материал, на новости, откуда ты это учеркнул. Хорошо? Давай сделай. Потом мы поговорим об этом. Значит, о душманах, которые кого-то там насиловали. Обязательно. Обязательно это сделаем. Мы поговорим об этом. Отгрузи ссылку, отгрузи видик. Я хочу видеть это. Потом поговорим об этом. Напомню. Также здесь Кухтенков очень много отвечал. Кухтенков. Сергей, спасибо тебе. Ты очень откровенный во всех твоих коментах. Вот ты говоришь про бессмертие. Что она жил, то заберешь с собой в гробу. В гробу карманов нет. Спасибо. Мне нравится твоя философия. И она по-своему права. Но я не о том говорю, не о том бессмертии или смерти, о которой ты говоришь. У меня другое немножко. Значит, мы о чем? Ну, все знают, что такое жизнь, да? Жизнь и смерть – это две противоположные вещи. Это все дадено нам. И я, ну, у меня образование врача, знаете, я изучал жизнь и смерть по наукам, да? И я не только по наукам, но на практике. В шесть лет учебы у нас мы идем на учебу. Значит, мы сразу прямо с корабля напал. На первом же курсе мы начинаем копаться в трупах, в человеческих трупах. То есть, ну, так грубо звучит, конечно, но так оно и есть. Мы изучаем анатомию, всякую нормальную, патологическую, всякую анатомию. Потом топографическую хирургию и так далее. То есть, мы буквально копаемся в трупах. Потом, когда мы немножко умнеем, нам уже позволяется копаться в живых людях. Так вот, я говорю, что слово «копаться» звучит грубо, конечно, но мы докапываемся до истины. Я поэтому скажу, что врачи – это самые высокообразованные люди. Не для того, чтобы оскорбить кого-то из вас и возвысить себя, потому что я знаю, что я говорю. Именно врачи знают о жизни и смерти. Смерть и жизнь нам дадя нас выше. Некоторые боятся жизни, некоторые боеваются смерти. Бояться не надо, нам это дадено. И смерть, как и жизнь, она может быть тоже, как избавление от страданий, да? И жизнь может быть страдание, а смерть может быть избавление от страданий. Смотря какая жизнь, смотря какая смерть, качество ее, своевременность, да? Значит, я воспринимаю жизнь и смерть, как она есть. Я воспринимаю учения религиозные о настоящей жизни, потусторонной жизни и так далее, да? А рай, это скажет... Дюэс клонзый. И ади. Вне зависимости, как это произносит, как она практически или непрактически конкретно, или как-то, ну, по-другому это употребляется. То, что я имею в виду бессмертие... Кстати, отвечая на твой вопрос, у великого, значит, писателя Льва Толстого есть «Сколько земли, значит, человеку надо?» И он написал там, ну, в смысле, как в притче, что сколько человеку земли надо. И он это позаимствовал от американской действительности. Той действительности, которая была со временами, когда он был юным человеком, Льв Толстой. Я потом отдельно об этом поговорю. Но сейчас о чем? О бессмертии. Смерть дадена. Клетки у нас умирают, когда мы еще живы. Это называется апоптозис. Это латинское слово означает «смерть клетки». Это нормальное явление. Оно тоже благоприятное для нас, потому что, если апоптоз нарушается по какой-то причине в теле, да, то развиваются раковые клетки, которые убивают нас. Мы отдельно об этом можем поговорить. Это большая медицинская тема. Также есть смерть, да. Греки говорят «танатос» – смерть, да. А на латинском это называется «mortem». То же понятие смерть, когда жизнь угасает в человеческом организме. Все клетки умирают. Значит, но я говорю о бессмертии. Оно есть. Конечно, есть. Я не шучу. Мы с вами, наше тело умирает, конкретное тело. Но мы продолжаем жить в наших детях. У кого… То есть мы живем в детях. Мы уже сказали, да, нам он, создатель, дал тело и сознание. Так вот, мы детям нашим даем и тело, и сознание. Оба. Оба эти фактора идут в наших детей. То есть, если мы нарождаем детей, мы инвестируем в нашу вечную жизнь. Почему? Наше тело, да-да, наше тело, скажем, твое и твои супруги, идут в разных пропорциях. Но если быть конкретно, то не очень, не совсем разных от женщины. Идет больше генетическая информация в детей. В частности, ДНК, амитохондрии, да, антигенетические станции в каждой клетке. Дети наши у нас следуют от матери. Да-да. То есть, если ваша выносливость, да, 15 раундов на ринге, да, это вы унаследуете по линии матери. То есть, не только мать, но и родители, прародители. Это вы от них унаследуете выносливость. Понятно, да? Так что, есть разные там моменты, от чего унаследуется. Но гены, да, генетические, значит, каждый, значит, каждая, значит, хромосома, значит, имеет свыше двух тысяч ген. Несет себе. Представляете, какая насыщенная информация. Это мы передаем нашим детям гены. То есть, мы закодированы генами от наших родителей и прародителей, а потом мы передаем их нашим детям. Мы кодируем детей. Физическое тело. Дети наши наследуют. Значит, наше сознание, оно живет в основном центральной нервной системе. Это и мозг, спиной мозг, головной мозг. Но не только это. Это также создание живет и в нервных окончаниях, и в железах. Значит, нашей, значит, да, во всех железах. Они тоже, значит, влияют на нервную систему. Если взять во внимание, что наши нервные окончания доходят до мельчайших сосудов, да, везде, до клеток, да, то наше сознание живет в каждой клетке в нашем теле. И это сознание, оно не только, как вот там христиане, еще там другие говорят, вот душа. Умеется, что такое образование какое-то, в речи, влеченое сосудовое, с яблок, да. О, человек, умер, душа улетела. Наше сознание, оно никогда не улетает. Оно живет в нас. От наших нейронов и до наших клеток, последних клеток на наших пятках. Оно есть и там. Оно также живет вне нас. Оно всегда живет. Оно, сознание, оно вообще безмерно, бесконечно. Мы, сознание, можем проникнуть в дальние галактики. Подумайте об этом. И это он нам дал сознание. И качество нашего тела и нашего сознания зависит от того, в принципе, они взаимозависимы от нашего сознания, конечно. Наше сознание диктует качество нашего тела и качество наших детей также. Если мы безобразны, мы тупые, мы не образованы, мы образование не только в институте или в университете. Самообразование тоже имеет, значит, важный, это важный рычаг. Значит, усовершенствование и улучшение качества нашего сознания. Поэтому качество нашего тела, качество нашего сознания – это огромная разница. Есть люди, которые имеют тело, да, и сознание, но качество маленькое. А некоторые имеют высокое качество. Вот качество – это большая разница. И если ты зачинаешь детей, ты должен заботиться о высоком качестве твоих детей. То есть твои дети должны быть высокого, как можно выше качества. И, значит, ты должен об этом всегда помнить. Да, ты, ну вот, говорят, как-то спросили у великого врача. Значит, Бензамина Спока. Пара пришла, когда начинать воспитывать детей? А он говорит, сколько вашему ребенку? А они говорят, два месяца. Он говорит, ну вот, вы уже на два месяца опоздали. Надо было начать два месяца назад. Я скажу больше, чем доктор Спок. Я скажу, что вы начинаете воспитывать детей еще до того, как вы их зачали. То есть вы должны быть в трезвом состоянии, быть, спиртного не употреблять, ну, минимум год. Ну, там есть, а я читал, значит, учебные труды давно уже. Там говорится, что если человек выпил спиртного, и чтобы ребенка не заразить спиртным, ну, порабощением, то ты должен быть, ну, быть трезвым после испития где-то около 60 дней. Но я скажу больше, что если ты не мусульманин, ты пьешь спиртное, то я скажу, что сперматозоиды у мужчины живут 74 дня. Они не делятся, они просто нарождаются, да, клетки сиртоли в яичках у мужчины. И потом они, значит, живут 74 дня, а потом они отмирают. И новая генерация, ну, постоянно новая генерация спирматозоидов. И, ну, нарождаются, да, и живут. И мужчина может быть 90 лет, и если он здоров, то он может быть стать отцом. Потому что у мужчины, ну, спирматозоиды, они здоровые довольно. Если мужчина здоров. У женщины это совсем другое. У нее, она при рождении, у нее уже все есть яйцеклетки внутри. И где-то около 3000. И потом, когда, значит, менструация начинается в 12-летнем возрасте, у некоторых раньше, позже, то у них одна яйцеклетка в месяц уходит. И, ну, все равно, даже когда к 40 годам женщина перестает менструировать, то у нее все равно еще несколько сот этих клеток осталось. Яйцеклеток, вернее, ну, да, овум. Овум, яйцеклетка. И они влияют на здоровье этой женщины. Они поддерживают ее домеостаз, ее, значит, здоровье, да. И потом они постепенно инвалюцируются. И к старости они уже совсем уходят. И тогда женщина умирает. Значит, ну, что, главная тема какая? Сегодня я еще иногда повторяюсь, но я умышленно повторяюсь. Бессмертие. Значит, мы продолжаем жить в детях. Все, и наше сознание, и тело. Поэтому надо заботиться о качестве детей. Почему весь сыр-бор начался? А об исламе я сказал, что только ислам может спасти Россию. Потому что Россия, вот Бабич, это я побывал в мире, побывал в странах. Ни одна, ни в одной стране, даже в той же Ирландии, хотя ирландцы не напоминают русских. Столько они употребляют, как в России. И вот здесь я почитал, а значит, раз-раз написал. Раз-раз написал. Ну, я не могу сейчас найти. Почитай. Что раз-раз пишет? Я плакать хотел, когда я читал его. Его. А, значит, да. Коммент. Россия нищая страна. У нас население вымирает, деградирует. Потому что на дворе капитализм. Люди перестают рожать. Им себя тяжело прокормить. А уж про детей я молчу. Чтобы в России рождаемость сравнялась со смертностью. Каждой семье требуется рожать хотя бы по двое детей. В СССР никогда не было демократического кризиса. И так далее. Вот я хочу, чтобы ты почитал, бабич, почитай его. И я хотел плакать. Знаете, меня очень легко растрогать. Я эмоциональный человек. Меня легко заставить смеяться и плакать. И это ужасно. Но он, конечно, как всегда, на капитализм склоняет. Не капитализм. А отсутствие веры. Вот что. Мы о вере еще не говорили. Поговорим. Вы поймете, почему я так повторяю. Отсутствие веры в России. Вы поймете, когда я о вере начну говорить конкретно. Мы только проверяем. Второе. Это не капитализм. А то, что русские продолжают жизнь по заветам Гитлера. Я уже говорил, повторяю снова. Когда Гитлера спросили, зачем ты на них идешь? У них столько много людей. Значит, у тебя пуни хватит их всех перестрелять. Он говорит, я не буду их стрелять. Я перестреляю тех комиссаров. А остальных я стрелять не стану. Я просто-напросто их наводню, их не в страну алкогольными напитками. И они будут вырождаться. Он был очень умный, очень хитрый гитлердат. И видите, какой злой он был. Гений. Он хотел, значит, страну... Hello. I don't know. It's a lot of money. Значит, то есть... Он говорит, я их наводню спиртным. И они выродятся, будут вражденцами. Вот то, что раз-раз сказал, вот это он, но есть. В России люди вырождаются. В Америке они не вырождаются. Поэтому, Бабич, ты за Америку не надо плакать. Не надо плакать за Америку. Значит, что я еще скажу, что ислам, я некоторые говорят там, великий пророк Мохаммед Мириму, у него есть предсказание. Он предсказал расцвет ислама, значит, в Средние века, что и было. И в то время, когда священники убивали, сжигали на кострах неугодных им людей, в том числе Джан Ударк, в это время в исламе был расцвет и науки, и всего. Он предсказал расцвет, новый расцвет ислама, уже начиная с 21 века. И где-то более-менее конкретно, в 2070 год, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2000, то есть через какие-то 50 лет будет расцвет ислама снова. И я в этом не сомневаюсь, потому что количество исламского населения в ведущих странах Европы растет по гиперболе и также в Америке. Поэтому вот вам ответ. Ну что, о бессмертии, да, о смерти. Сегодня я хочу завершить на такой ноте. У меня был сослуживец Майк, ну, Миша. Я думал, что он на пару лет моложе меня, но он больше, ему было 57 или 58 лет ему было. И он был мой сослуживец. Хороший парень был. Я его иногда дразнил, называл его Чарльз Дарвина, потому что он физически был похож на Чарльза Дарвина. У него залыча на ногу, а там волосы такие курчавые, ну, хорошие волосы. Ну, седовым был, он посидел рано. И я, и он такой, ну, такой коренастый. Ну, выглядит как вот Чарльз Дарвина на фотографиях. Я сказал ему, если я сниму фильм про Чарльза Дарвина, то ты у меня будешь главный герой, ты будешь играть роль Дарвина. И я, а он только смеялся, смеялся. Две недели назад Миша переходил дорогу на ногах, переходил дорогу, и его ударил проезжающий автомобиль, сбил его с ног. Он получил черепно-мозговую травму. И это было две недели, ровно две недели назад. Это было во вторник. Он упал, и страшная черепная мозговая травма. Он жил в коме. Две недели почти. Два дня тому назад он умер. Он умер. И хороший парень был. Но у него есть двое детей, остались дети. То есть он продолжает, он физически умер, да, его тело. Но он продолжает жизнь в детях. И я говорил, что он, это тело, это 100%, да, вернее, 50% идет в детей. Если у вас трое четверо детей, то у вас все. Потому что в одного ребенка вы только 50% вкладываете. Если уже у вас двое детей, то где-то около 100% вы вложите туда свои гены. Все гены. Весь генотип. То есть весь генетический код идет в детей. А если четверо детей, то это наверняка у вас 100%. Уже вы инвестировали в ваших детей. Ваша жизнь продолжается в детях. Значит, сознание тоже, оно закодировано в генах. Потому что там оно в мозге живет у людей, да, у детей, да. И в железах, и во всем теле. И, но оно еще формируется воспитанием. То есть вы должны не просто генетически закодировать ваше сознание, ваше детей. Если вы трудитесь, воспитываете на протяжении хотя бы первых 18 лет жизни детей, то вы формируете их сознание. То есть вы живете в сознании и в теле ваших детей. В каждой клетке. Понимаете? Вот в чем бессмертие. Куртенкова, ты понимаешь, о чем я говорю? Или нет? Вот в чем бессмертие. То есть качество ваших детей, это качество вашей жизни. Нескончаемой жизни. У кого детей нет, тот, я скажу, тот умирает. Да, тот умирает так, как это все предписано и в религиях, и в атеистических книгах. Все это так. Но за исключением тех великих людей, у которых великий талант. Те, которые изобретают что-то такое в жизни, вещи изобретают, какие-то труды, да? В ними значение, это может быть и в технике, и в искусстве. Они влияют на умы, на сознание людей. Не только своих биологических детей, но всех, и целых поколений людей. Эти люди тоже, можно сказать, что они бессмертны. И все пророки, в том числе, да-да, в том числе Иисус Христос, его бессмертны в том же, не в том, что Библия говорит, что он воскрес, а в том, что он бессмертный, в том, что он живет в сознании христиан. Понимаете, да? Ну что, продолжайте говорить о вере, о религии. Мы о вере поговорим через пару раз. В следующий раз мы поговорим, наверное, о справедливости и так далее, о наших общественных делах. До свидания. Будьте здоровы. Продолжение следует...